В преддверии праздника мы продолжаем рассказывать о лучших представителях профессии. Сегодня наша съемочная группа побывала в Республиканской клинической офтальмологической больнице. Тщательная подготовка к операции, так же как и настрой, причем как пациента, так и врача, вот, пожалуй, главный залог успешного лечения. Вадим Степанов руководствуется принципом «не навреди». Ему важно доверие пациента, поэтому перед каждой операцией он встречается с больным. За свой 30-летний опыт Вадим Вениаминович уже привык к постоянным манипуляциям перед процедурой. Здесь, как и, пожалуй, в любой операции, очень важна чистота. Вадим Степанов оперирует по методу Пивоварова. У Димы близорукость и склеропластика нужна для того, чтобы зрение дальше не ухудшалось. Сама операция занимает всего 10 минут за обычный рабочий день. Таких процедур можно сделать десятки. Близорукость сегодня является ведущим заболеванием, к сожалению, по количеству, так сказать, но вновь выявленных. И ВИЧ это не только в нашей республике, но и всей страны, учитывая возросшее количество нагрузки на глаза, гаджеты, телефоны, телевизоры, компьютеры. Все это, так сказать, дает свои отрицательные, к сожалению, результаты. И наша цель сегодня – не допустить роста этих цифр. Наши пациенты, и мы этим очень гордимся, не уезжают за пределы Чувашской республики, а всю помощь получают здесь. Аппаратура у нас постоянно обновляется, то есть технология меняется, соответственно, и результаты лучше становятся. В тандеме с доктором уже много лет работает операционная медсестра Альбина Кузнецова. Я знаю его как отличного хирурга, работать с ним очень комфортно, и операцию при его участии проходит на одном дыхании. Эта больница – одна из лидеров в офтальмологическом лечении не только по ПФО, но и по всей стране. 24 часа в сутки здесь оказывают современную и высокотехнологичную помощь пациентам. В год через руки специалистов проходит более 10 тысяч человек. Сегодня в Чувашии реализуется проект «Здоровое зрение». В 27 школах республики и одном детсаду уже функционируют пункты охраны зрения. Именно там маленькие горожане получают профилактическое лечение. И результат не заставил себя ждать. Только в этом году на 5-7% снизилась первичная заболеваемость. В планах открыть еще 4 новых кабинета. В Алатарском, Шумерлинском, Батаревском районах и городе Канаш. Юлия Важенина, Олеся Русакова, Валерий Резюков, Республика.